Коллеги, добрый день. Я представляю Пермский край и мне бы хотелось рассказать о нашем опыте. Очень важно, что наша команда, ну не в полном составе, но присутствует… Сейчас, секунду. А вот. А, только меня обозначили, к сожалению, первый слайд выпал. Но на самом деле у нас, я являюсь лидером, руководителем всего, у нас на самом деле было представлено три клиники, и в каждой клинике были свои лидеры, которые сегодня здесь тоже приехали, о которых мы и дадим даже слово. Что бы хотелось сказать? Во-первых, мы все стоим на плечах своих учителей, и мне бы хотелось сказать большие слова благодарности Валиде Димовне, которая приехала из Саново. Это профессор Казань, который является автором многих реабилитационных методик, которые используются и в том числе перекликаются с технологией из-за атлет. Валиде Димовне, я вас увидел, и я, конечно, очень счастлив. Мы просто очень давно не виделись, и я очень рекомендую почитать труды и непосредственно обратиться к специалисту как эксперту. Ну что бы хотелось сказать о нашем. Значит, проблема потребности в реабилитологии. На сегодняшний момент данные представлены, у нас в Пермском крае 60-50 случаев травматизации спинного мозга ежегодно. Это тяжелые травмы, это автомобильные травмы в основном. Если брать с учетом продолжительности жизни людей, которые находятся в таком состоянии, и с учетом накопления, то на сегодняшний момент в регионе проживает 2,5 тысячи людей, которые поют за колясками. То есть это колоссальная потребность. Если взять по этапам медицинской реабилитации, данные представлены с учетом первичной заболеваемости и смертности, и мы видим, что в первом этапе нуждаются 14 тысяч реабилитации, на втором этапе около 5 тысяч, и в третьем этапе порядка 5,5 тысяч. То есть мы понимаем, что потребность в реабилитации колоссальная. Мы понимаем, что не всем им нужна экзореабилитация, но даже если взять 10%, это очень большие показатели. Какие у нас с вами есть положительные нюансы? Мы говорим о перспективах восстановления. Инвалидность колоссальная, 8 тысяч становятся инвалидами на 1 миллион населения. Но что у нас, на что мы надеемся, реабилитологи? Что 63% в совокупности, в продолжительности, в течение жизни наблюдается восстановление в той или иной мере функций, различных функций. Не только движения, но и функций тазовых органов, функций чувствительности и так далее. И поэтому, конечно, именно вот очень важный момент сегодня сказали. Непрерывная реабилитация, этапная реабилитация дает свой результат. Ну, цель исследования, на сегодняшний момент, мне бы как раз хотелось, может быть, очень коротко на этом остановиться, чтобы более подробно на результатах. Но, тем не менее, мы оценили эффективность применения в комплексной реабилитации пациентов. Вот принципиально два момента. На первом этапе реабилитации – это региональный сосудистый центр, это последствия инсульта. И на втором этапе – спинномозговая, черепномозговая травма и оперированные пациенты по поводу эндопротезирования. Задача исследования – безопасность применения, риск травматизации, туловище нижних конечностей, возможности скелета, рекомендации по применению, группы позиционирования, формирование индивидуального плана занятий, выбор, коррекция паттерна ходьбы. И самое главное – выявить эффективность использования скелета в процессе локомоторных тренировок. Что бы хотелось сказать. В основе методологии – международная классификация функционирования. Мы о ней все говорим, мы ее многие очень знаем. Обратите внимание на сегодняшний момент роли экзоатлета. Не работает, не показывает. Экзоатлет – это фактор окружающей среды. Вот мы сегодня очень много с профессором Доминовым обсуждали. Обратите внимание, что на сегодняшний момент у нас революционный потенциал – это величина, которая может меняться у человека. Человек стареет, человек болеет. Ее это постоянно величина может меняться. Человек восстанавливает свои функции. Но что самое-то главное у нас? Что мы можем делать? Мы выбираем новые стратегии компенсации, если технологии позволяют нам компенсировать нарушенные функции. Это очень важный момент. И вот в данном случае экзоатлет, как фактор окружающей среды, как фактор технологии в системе МКФ, он дает возможность нам совершенно творить чудеса. Это очень важный именно реабилитационный подход. Это наши пациенты, это наши клиники, 11-я больница имени Гримберга, госпиталь ветеранов войн и городская клиническая больница, город Чайковский. Специалисты здесь присутствуют. Что бы хотелось сказать? У нас такой дизайн получился своеобразный. 5 пациентов в острой стадии инсульта – основная группа. И 5 пациентов в стадии острой инсульта – это группа сравнения. То есть они не получали экзоскелета. Мы сравнили их показатели. Покажу по каким шкалам. Далее 9 пациентов. 3 пациента с травмой шинного отдела, 4 пациента с травмой грудного отдела позвоночника. И 2 пациента с последствием тяжелой черепно-мозговой травмой. То есть это травматическая болезнь. И 3 пациента с травматической болезнью спинного мозга, 2 пациента после протезирования, после травмы порновительного аппарата и последствия черепно-мозговой. Итого 23 пациента. Но что хотелось сказать? Что по инсульту мы сравнивали 2 группы, а непосредственно с травматической болезнью мы сравнивали до и после. Поэтому такое, ну это так скажем, пилотное же исследование, поэтому мы позволили. Метод оценки. Кто специалисты по реабилитации на сегодняшний момент хорошо знают данные методики, все шкалы, которые применяются. Это является стандартом обследования в реабилитационных клиниках Пермского края. Есть расширенные, но это меню на самые необходимые, которые позволяют оценить нам функционирование, подчеркиваю, человека. А вот результаты исследования. Пожалуйста, основная группа красный свет, контрольная синий. Мы видим шкала Ревермит. Мы видим сравнительные данные, эзоскелет улучшает формирование мобильности, ускоряет восстановление. Шкала Хаузера, ходьбы, тест, тоже. Мы видим, что тяжесть снижается. Шкала Берга, индекс Бартл, который сегодня говорили, да, инс посрединяной активности. Мы видим во всех показателях, что основная группа, эти показатели значительно выше. Шкала Франчай, тест руки, это очень важный тест. Показатель динамометрии. Мы оценивали не только ходьбу, но мы оценили функции еще руки и получили очень интересные данные, о которых я несколько позднее скажу. А вот все пациенты, смотрите, все пациенты, 23 пациента, и какие мы получили, слайд мелко, но я скажу, мы оценивали не только показатели клинических шкал, но и самочувствие, качество жизни. Как себя чувствует, как ему стало легче передвигаться, как он оценивает свое состояние, как улучшилась у него показатели чувствительности, функция тазовых органов, насколько уменьшится болевой синдром. И вот это все клинические эффекты, которые мы получили у 23 пациентов. Мы видим, что в той или иной степени клинические результаты при использовании экзотлета получены в 100%. У каждого человека мы получили свой индивидуальный клинический эффект. Все, я сейчас заканчиваю. И вот несколько моментов сбила здесь несколько картинка, но суть о чем заключается, что когда мы промоделировали именно с помощью математических моделей, мы увидели, что ускорение и двигательных, моторных функций, и восстановление по имбартал индексу происходит на полтора раза быстрее с использованием методики экзотлета. Это очень важный раздел. И очень важный момент. Тоже хочу на этом сказать, что помимо улучшения мобильности, мы получили увеличение физической независимости человека. Одевание, раздевание по индексу Бартл. И самое интересное, что появились корреляции, когда использовали костюм, появились корреляции между функцией руки индексом Бартл, а когда использовали традиционные методики, такой корреляции не было. То есть это системное действие этой технологии не только на спинальном уровне, но и на сегментарном. Понимаете, это очень важный раздел. И вот экономический эффект. Последний слайд, больше не буду ничего говорить. Значит, в чем идет суть? Применение эзо-реабилитации на первом этапе приводит к уменьшению кое-какой дня практически на 6 дней. По достигнутому эффекту, не по предложительности нахождения, а по достигнутому эффекту. В региональный сосудистый центр в средний койко-день 10 тысяч рублей в сутки. На сегодняшний момент мы видим разницу и умножаем на 100 пациентов, которые нормируются в посещении этого. В год мы получаем 6 миллионов, по большому счету, окупаемость костюма 8 месяцев. Для больницы. Но это при условии, когда есть первый и второй этап сразу, когда есть возможность переводить. Если такого нет, экономика по-другому работает. Ну и выводы. Уменьшает боль, ускоряет восстановление моторных функций, вернет нижние конечности, поседение на активность и создавая значительные условия для реализации реабилитационного потенциала. Это очень важно. Улучшает психологическое состояние, мотивацию, копинг-стратегии, качество жизни, создает оптимальные предпосылки для социальной интеграции. И снижает длительность оказания специализированной медицинской помощи, увеличение оборота специализированной койки, окупаемость приобретении в течение 8 месяцев. Спасибо. Спасибо большое, Владимир Анатольевич. Я бы хотела, чтобы коллег своих тогда представили, которые провели работу большую. Надежда Валерия Новикова, пожалуйста, руководитель неврологического оригинального сосудистого центра. Юлия Владимировна Чаркина, врач лечебной физкультуры, которая непосредственно работала. Павел Васильевич у нас, Егор Чайковский, травматолог, реабилитолог, который тоже непосредственно организовывал процесс экзореабилитации. Мы кому-то дадим слово? С удовольствием. Да, я бы с большим удовольствием. Тогда Вы сами. Ваши впечатления. Очень большие дискуссии на сегодняшний момент ведутся, в каком периоде можно применять именно после заболевания, после инсульта. Вот как раз наш опыт. Добрый день. Ну, в результате мы не сомневались, с учетом того, что это острый период, и восстановление в остром периоде идет куда как успешнее, чем уже в восстановительном. Единственное, что нас смущало, это переносимость. Но ни падений, ни каких-то других гемодинамических проблем у нас не возникло с теми пациентами, с которыми мы работали, и, в принципе, мы готовы дальше. У нас есть много идей. Если будет возможность, то у нас есть куча идей, как это все проанализировать и представить в красивом виде. Я очень надеюсь, что скоро в Пермском крае все-таки появится экзоскелет, и мы, конечно, будем рады поддержать любые Ваши научные экзоскелеты. Еще раз представлюсь, город Чайковский, Пермский край. Нам интересно было поработать, потому что в основном работают в больших городах, миллионниках или приближенных к этому. Город Чайковский – это 100 тысяч населения. Центральная городская больница, коечный фонд около 400, многопрофильная больница. И вот нам было интересно, будет ли эффективная работа больницы, насколько мы загрузим аппарат, так как есть инсультные больные, спинальные больные и в то же время травматологические больные. Могу сказать с уверенностью, что 100-тысячные города, больницы типа нашей, вполне могут использовать аппарат экзоатлет, и эффективность, я думаю, будет очень хорошая. Спасибо Вам огромное за Вашу работу. Спасибо большое. И мы фильм не привезли. Мы привезли непосредственно человека после экзореабилитации. Надежда Валерьевна, пожалуйста, выходите. Пойдемте, Виктор Николаевич. Наш пациент, Бычков Виктор Николаевич, 61 год. Он находился у нас с диагнозом геморрагический инсульт. У него была гемиплегия, то есть правая половина тела не двигалась вообще. У него отсутствовала речь полностью. Ну и вот он получил 10 процедур на экзоскелете занятий, кроме всей комплексной реабилитации, которая полагается пациенту в остром периоде инсульта. И показал хорошие результаты. И он не единственный такой, но он самый общительный у нас, самый коммуникабельный. Он такой удивительный человек. Давайте предоставим слово нашему пилоту. Здравствуйте, всем. Чего сказать? Кругом только теплые старые шаги привыкли вовольт. Изобретение и в России. И в России это нужное. Я лежал как чушка с глазами полтора месяца, а потом как ушли сказал, что у нас и заскидет, и я его одел. Час прошел, два, пошел, не основывая того. Третий раз уже что-то в мозгу стукнуло. И пошел сам, как пошел, до сих пор хожу. Спасибо. Мы гордимся вами. Да, конечно, конечно. У меня вопрос, если можно, к руководителю сосудистого центра. Вы сказали, что вы начинаете применять экзоскелет в острый период, да? То есть до 21 дня. Я так понимаю? Разумеется, да-да-да, не полтора месяца это преувеличение. Значит, первый 21 день. И все же на какой примерно день вы начинаете применять экзоскелет? Все зависит от состояния пациента, несомненно. И если это... Это должен был быть вертикальный пациент с достигнутым градиентом 90. Вы вертикализацию проводите таким пациентом? Разумеется. То есть вы какую-то подготовку проводите? Несомненно. И как они тогда у вас успевают, начиная до 21 дня, начать в экзоскелете заниматься? Без проблем успевают. Ну на какой все время, примерно? Давайте вот мы доктору-реабилитологу дадим. Нет, потом, давайте. Я тогда сама лично. Это не всех, наверное, интересует вопрос. Это мой конкретный вопрос. Я подаю вам. Спасибо.